Вот посмотрите, вот это вот, трехсумник, Новый Завет, полное толкование посвятим отцам. Понятно, что это подарочная. Вот эта книга, она как бы ключ к остальным книгам. Для Слова Божия нет вуз. Хотя я на площади проповедую. Я был политзаключенным. Вот. Видите, Александр Менин. Книги сшиты, все склеенных нет. Вот отдельно я говорил. Сейчас, минутку. Александр Менин. Вот она. Это вот мои беседы с освященником Александром Менин. Их нигде больше нет, потому что его нет. Это Александр Менин и Игнатий Лавкин. Александр Менин. А на сайте они есть. И вот книга, которая требует внимания такого, что ее журналисты сразу уводят. Им навыки не давать. Просто здесь считать. Это вот 300 поэтов России, что я говорю, за 300 лет. Сейчас я покажу. Вот он. Это поэты. Танана, Лохматова, Бальман, Шилов. И вот на каждый вопрос я даю 6 поэтов из разных эпох и между ними священное писание. Видите, как интересно. Спасибо большое. Слава Господу. Это вам. Какие-то полезные деревни. Господи, в деревню и что туда. Они приезжают потом туда, к вам? Да, да, да. Ну, люди не знают, где остановиться. А это Родина для людей, которые православные. Хотят, чтобы дети так воспитывались. Страхи Божьи, почтения их родителям. Это то самое, уже готовые. Мы получили статус, построили храм, брат у меня священник. Школа государственная работает. Это стулья, где вот эти не пить, не курить, не варить, не варить, не воровать. Это мечта любого правителя. Так что я вам оставлю листья. Кому-то бывает, такие люди подошли. А вот раз вам скажите, есть такое место. Ну, а дальше тут телефон или просто. Это выражение не хочу. Это другое выражение. Я вам оставлю его. Это очень важно. Посмотрите. Это выше институтов, выше университетов, библиотеки. Многие сегодня этого не понимают. Хорошее выражение, правда? Да, хорошее. Чтобы люди искали библиотеку. Слово библиотека, можно сказать, единственное слово, которое слово Библия в корне держит. Библиотека, это книга-хранилище. А Библия нам говорит о Христе, о вечности, о спасении. Как нам жить? Эта жизнь временная, ну, мгновение одно, и уже ничего нет. С Богом все несчастья по-другому смотрятся. Это Бог посылает для испытания. А неверующие начинают роптать. Я вот еду по Ставрополью, не знаю, в интернете, ругают Горбачева, а он ваш земляк здесь был. Не ругать надо, а молиться. Это ничего не даст. Он оказался на том месте, которое назначил Господь. Пришло время, но выполнено, и больше ничего не надо. И его добивать не надо. Он 80-ти тысячи лет. И мы молимся за него, чтобы он покаялся, познал Христа, душа его была спасена. Это и ему это полезно, и человеку полезно. Но я буду сейчас ругаться, вследствие. Что это даст? Ничего это совершенно не дает. Критиковать для этого ума много не надо. Правильно критиковать? Это много надо знать. И вот когда говорят, какие самые знаменитые люди 20-го столетия в России, я называю Сложеницын и Горбачевым. С Сложеницын все в порядке. А на Горбачеву сразу, когда я разъясняю, что это по Писанию, это должно было быть, тогда как-то успокаивается. Вот это успокоительное слово, оно находится в книгах. Это вопросы, 4 тысячи 100 вопросов. О политике люди не разбираются ничего. Здесь вы распоряжаетесь вы хозяева. Здесь не священник хозяин. Здесь вы хозяева. Это надо понимать. Здесь никто не ставил никаких начальников на данные. Вы должны много знать, чтобы людям дать нужную литературу. Чтобы люди Бога нашли, жили в мире и любви. Это все здесь. Библиотекарь это, можно сказать, самый образованный человек, там как журналисты. Вот это в каждом томе книги, вот первая книга лежит вот эта. Я материал собирал для нее 40 лет. Вот до этого у меня почти полбеглажки. Меня 26 лет пытали и ничего не могли сделать. И вдруг Бог все это открыл. Теперь открылось везде. Я во всех отделах милиции вел занятия, в воинских частях. Мы несем мир, слово мира. Мир с Богом. Что за нас умер Спаситель. И мы себе не принадлежим. Мы Божьи. Тело наше это храм Божий. И Бог в нем живет. И тогда мы по-другому смотрим друг на друга. Это ваше женское тело, мое мужское. А душа она не имеет рода. Ни мужского, ни женского. Мы все родные по Адаму. Но самое большое родство во Христе. Что Он омыл нас кровью своей. И как это людям дать? Вот ко мне детей привозят, бывает. Ребенок, 13 лет, уже наркоман законченный. Уезжает через месяц его родители не узнает. Как это может быть молитва? Смирение, любовь. Ребенок на этом лоне природы. Мы встаем в 5 утра. Молитва. Приезжает батюшка. Освещает храм. Дети купаются. На лошадях катаются. На лодках. Он в природу входит. Мощная природа в него. И мы идем. Птичка поет. Я ему рассказывал. Я с детства занимался птицами. Откуда это все? Назначение каждой травинки нужно знать. Ребенок совершенно по-другому смотрит на жизнь. Я ему говорю, ты еще не родился, а уже это придумали лампы, окна. Тебя уже ждали, когда ты появишься. Ты такой ценный. А ты себя еще не жил, уже накачиваешь такой дурью. Когда плюс хватило, нюхаешь, стоишь. Это с Богом. Когда с Богом, мы на все по-другому смотрим. Потому что Бог нас сотворил, дал землю эту. Дал разум, высоте, говорит, человек, пчело. Пчело. Вещность направлена. Даже звучание-то какое. Спасибо.